Доброе-доброе утро! И сегодня она действительно добрая. Я проснулась, я выспалась. Все прекрасно, все чудесно, без будильника, обожаю. И я встала, попила водички, затем сходила в душ, как вы можете менять, помыла голову. Она у меня сейчас выглядит очень странно. Я, кстати, перестала ее завивать. Я хочу, чтобы она сама естественным образом высыхала, потому что толку от того, что я их завиваю, нет. Они все равно распадаются, чем бы я их ни закрепляла. И сегодня я хочу позавтракать овсянкой. Я ее залила йогуртом. Я раньше так всегда делала, только делала это с кефиром и бананом, добавляла еще шоколад. Было потрясающе. Вот я сейчас купила йогурт. Он с базиликом и черной смородиной. Звучит потрясающе, пахнет супер, как по-новогоднему. Я как попробую, обязательно вам расскажу. Я ее залила и минут на 10-15-20 оставляю, чтобы овсянка, она как бы взбухла и впитала в себя весь этот йогурт. Короче, было очень вкусно. И еще сейчас я хочу попробовать кофе. Покупала я имбирный пряник. Десертный сорт, но просто он пахнет. Вот как я обожаю. Я обожаю все, что пахнет. Пряниками, корицей и так далее. Все пряное, это все для меня. Поэтому сейчас с вами будем пробовать имбирный пряник. Повторюсь, из унции покупала. Будем делать его в френч-прессе. Они зерна молят вам по желанию. То есть, если вы хотите в френч-прессе, то они вам это сделают. Поэтому не забывайте просить и заходить. Это шикарный подарок. Я маме подарила кофе. Вишня с коньяком, кажется. В общем, я думаю, ей понравится. Но мы еще не попробовали. Надо бы ей сказать, чтобы она побыстрее его попробовала. Пока он только смолот. Он нереально вкусно пахнет. Я думаю, вкусовые ощущения, на самом деле, тоже от этого влияют. Но я не мастер, не специалист. Поэтому, возможно, я не права. Но не суть. Поэтому давайте включаем с вами чайничек. И будем потихонечку делать кофеек. Очень по нему скучала. Из-за зуба. Из-за того, что я их не отбеливала, как делала. Мне нельзя было есть ничего-то нового. По сути, нежелательно и сейчас. Но я хочу. Поэтому давайте это просто сделаем. И все. Давайте его попробуем. Очень-очень-очень крутой. Очень крутой. Но я все равно немножко добавлю сливок. Но он прям вкусный. Прям вкусный кофе. Кайф. Кстати, насчет кофе-кофемашинки. Она-то у нас есть, но у нас нет ни питчера, ни всего, что к нему надо. Даже зерен нет. Ничего нет. Мы будем все покупать со временем. Надо было снять, как я это заливаю. Было бы еще лучше, но выведет в магию. Саша говорит, что на улице холодно. Я надела колодочки и носочки новогодненькие. Собираемся потихонечку. Да. Снега стало побольше со вчерашнего дня. Ага. Расскажи, Саш, смешную историю. Значит так. Сидим мы сейчас с Аленой и собираемся, значит, ехать. Подожди. Собираемся, значит, мы сейчас ехать с Аленой. Вот. Я сижу за компом, делаю свои вещи. Вот. Я спрашиваю. Она что-то сидела, сидела, встала и начала что-то, ну, это самое. Собираться. Телодвижение по квартире. Давай делать. Я говорю, Ален, мы собираемся? Она говорит, ну, ты же знаешь, как мы собираемся. Сиди пока еще. Ну, и вот, она то сделала, все сделала. Прошло 30 минут. Вот. И это. И говорит такая, ну, все, ты можешь уже одеваться. Я говорю, ну, ты еще не сходила на минуточку. Она такая, точно. Вот так. И она пришла к выводу, что мы живем как семья. И тут она мне заявляет, что мы уже живем 5 лет. Я такой, не знаю, с кем там 5 лет живешь. Со мной ты живешь ровно 8 месяцев. Посмотрите на этих, на этих куток. Держу в курсе, так сказать. Мини-отель Шероб. О, как! В общем, камера садится. И мы купили вино. И сейчас будем сидеть, смотреть первый новогодний фильм из нашей новогодней, так скажем, серии, не серии, нашего марафона, нашего личного Саши. И я вам хочу сказать одну хорошую новость, которая заключается в том, что я купила новый телефон. И я так счастлива, так рада. У меня есть он. Хочу сказать, благодарю и говорю. Айфон! Айфон, да. И я купила себе 10-й айфон на 256 гигабайт черного цвета. Я купила для него уже, ну, мы сделали ему стекло и купили прозрачный чехол, чтобы он не повредился. И, в общем, я очень переживала из-за этого. И вообще, сегодняшний день, на самом деле, пришел, ну, для меня лично как-то нервно. Потому что я всегда переживаю таких вещей, когда, вот, знаете, вы что-то покупаете дорогое. И, не знаю, вот для меня этот процесс такой всегда очень волнительный. И вот, сегодня очень мало всего, потому что я волновалась. Я когда волнуюсь, не могу много снимать. У меня стресс. Как-то фильм «Семьянин» Значит, мы посмотрели фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем. Ну, из 10-ти. Я бы восьмерку дала ему хорошую. Я бы дал ему пятерочку, вот, честно говоря. Ну, семерку, я бы семерку дала. Очень просто. Не за дело, правда. Из-за того, что очень просто. Так люди не живут. Уж слишком там простые у всех были эти... Все. Все просто. И мотивации у всех простые, и цели у всех простые. И что-то все слишком просто. Ну, хотя 2000-й год, наверное, типа... Там все было просто. На то время это было норм, да. Но для 2018-го это все слишком просто. И поэтому я ему ставлю твердую пятерку из 10. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok